приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и недостатке сегодня в этом видео мы делим внимание петровому посту и поговорим о том когда он начинается какие народные приметы традиции какие запреты на этот период а также немножко уделим внимание календарю питания поэтому друзья обязательно просмотрите это ведет начала до конца для того чтобы в этот период не привлечь беды проблемы и неприятности свою жизнь итак друзья у нас сейчас с вами лето и мы будем встречать два летних поста это успенский пост и петров пост и последний петров пост был установлен в честь святых апостолов петра и павла также иногда этот пост еще называют апостольским или петра павлов ским и в память о том как ученики и христа постились готовясь нести миру слово божие сам по себе петров пост все-таки считается не строгим во время него разрешается есть рыбу вы спросите а почему именно так дело в том что апостол петр родился в семье рыбака и всегда именно петр считался покровителем рыболовов правда обращаем ваше внимание что по средам и пятницам ограничений все-таки больше в эти дни наши предки питались только сырой пищей знаете в какой-то степени петров пост от один из самых важных в году но также и один из наиболее популярных дело в том что его придерживаются многие верующие люди потому что режим питания прописанный в нем не строгий по сравнению с тем же великим постом летом православные верующие кроме петрова поста соблюдает еще один успенский пост обращаем ваше внимание что сам петровский пост приурочен к дням празднования памяти святых петра и павла и во время этого поста разрешены многие послабления в виде конечно вы же прямо сейчас наверное спросите ну а когда же петров пост вы знаете начало поста петрова зависит от праздника светлой троицы он всегда начинается на второй понедельник после чествования триединства бога то есть троица у нас с вами выпало на 12 июня в этом году воскресенье поэтому петров пост начнется 20 июня и закончится 11 июля общая продолжительность такого поста будет от 8 до 42 дней основная цель такого петрова поста это подготовить нас к дню памяти святых петра и павла который в этом 2022 году будет отмечаться 12 июля и обращаем ваше внимание что первые упоминания об этом посте датируется писаниями времен третьего века но тогда а святых петре и павле не говорили считалось что этот пост можно соблюдать тем кто по каким-либо причинам не смог пройти великий пост имеем ввиду именно паскальный четвертом веке петр и павел обрели статус одних и самых значимых христианских святых поэтому и пост приурочили к их дню памяти согласно легенде петр был сыном рыболова а потому в народе считается покровителем рыбаков по этой причине верующим разрешено есть рыбу но только не в среду и пятницу в эти дни вам нужно будет употреблять только сырую пищу обращаю внимание это в том случае если вы соблюдаете пост в празднике который выпадает на период поста хозяйки придерживались традиции и готовили рыбники то есть это такие вот пироги соответствующей начинкой в понедельнике можно было употреблять горячую пищу но без масла а в остальные дни масло рыбу морепродукты морепродукты и грибы дело в том что православная церковь составила определенный список запретов который не нужно нарушать период очищения души и тела и в июньский петров пост нельзя во-первых брать кредиты и занимать деньги даже если и вам сильно нужны деньги в этот период при этом на различные нужды подумайте о том как вы их можете заработать не ставьте для себя целью решение любых вопросов в легких вопросов решения в плане брать именно кредиты далее обращаем ваше внимание что во время этого поста нельзя венчаться и играть свадьбы также не стоит и работать после захода солнца ни к чему хорошему это не приведет таким образом вы можете призвать к себе беды проблемы всевозможные и несчастья также нельзя шить нельзя вязать и рукодельничать ни в коем случае и не состригайте волосы также в этот период обязательно всем нам нужно воздержаться от проявления негативных эмоций постарайтесь посвящать большую часть времени молитве и наполнять свое естество благими мыслями и поступками вот очень хорошо если вы время от времени будете заходить в церковь а молиться ставить свечку также в этот период вы можете заказать и 40 уст за здравие это очень важный ритуал который мы рекомендуем делать все но также обращайте и внимание на то что если вы проживаете целой семьей то в таком случае 40 за здравия нужно не только за себя заказать но и также за тех членов семьи с которыми вы проживаете потому что таким образом сила этого ритуала увеличивается и ваша жизнь действительно может измениться также в петров пост рекомендуем не брать в руки иголку и вообще отложить рукоделие потому что народные приметы говорят нам о том что таким образом вы можете зашить все хорошее и привлечь в свою жизнь одни неприятности и проблемы также в этот период с друзья с 20 июня по 11 июля ни в коем случае не стригитесь иначе вы можете лишиться и счастья и удачи на долгий период времени также наши предки старались не давать и не брать ничего в долг также обращаем ваше внимание что ближе к 12 июля когда будет день петра и павла было приемы было принято готовить свои жилища к такому празднику поэтому обязательно ближе к 12 июля проведите генеральную уборку и вынесите обязательно из дома весь мусор и вы знаете во время вообще не только петрова поста ну и вообще когда происходят другие по посты обычно не женятся и не организуют какие-то большие торжества и застолья стоит также в этот период отказаться от алкоголя максимум допускается бокал красного вина по воскресеньям также постарайтесь и как можно меньше в этот период посмотреть телевизор меньше пользуйтесь социальными сетями постарайтесь и сократить посещение развлекательных мероприятий старайтесь не раздражаться не завидовать потому что это также будет считаться петровым постом то есть вы себя оберегаете знаете как сказал один великий человек что ешьте что хотите но главное не ешьте друг друга также друзья обращаю ваше внимание что в петров пост разрешается напоминаем вам есть рыбу во все дни кроме среды и пятницы мясо яйца молочные продукты масло сливочное другая пища запрещены постарайтесь чтобы в меню вашем присутствовали сезонные овощи фрукты ягоды грибы и орехи например в среду и пятницу принято готовить какие-то летние постные блюда ну например окрошку грибную икру ботвинью из молодой зелени свеклы зеленые щит также вы сможете печь постные рыбные пироги или например запекать рыбу в тесте целиком вот такой друзья у нас будет петров пост обратите внимание на те советы и рекомендации а с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал взять оставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которого на интуитивном уровне нравится больше и смотрите потому что много полезной важной нужно интересная для вас информации всех вам благ друзья услышимся с вами уже следующем видео